Уважаемые товарищи, подошли мы к рассмотрению третьего вопроса. По третьему вопросу докладываю я, Калит Валентин Владимирович, председатель профсоюза защита Саровской генерирующей компании, сопредседатель Российского комитета рабочих. Значит, вопрос звучит. Актуальное содержание коллективных договоров. Хочу обратить ваше внимание, кто следит за постоянно действующим семинаром рабочего движения РКР, что этот вопрос, так же как и вопрос о шести рабочем часовом дне, уже на протяжении долгих заседаний не снимается с повестки дня. Так как на сегодняшний момент мы считаем, что инструмент коллективного договора, это, наверное, один из единственных инструментов, который законодоступен и который, как показывает практика, помогает людям, именно воспользовавшись этим инструментом, отстаивать свои права на производственных предприятиях, ну и вообще в трудовых коллективах нашей страны. Изучен большой опыт первого контейнерного терминала, его коллективный договор ставится в пример, как один из самых прогрессивных на сегодняшний день на территории нашей страны. Почему он стал прогрессивным и почему его ставят в пример, как бы предыстория такая, да, что на сегодняшний момент, наверное, это единственный трудовой коллектив, который, те нормы, которые мы рекомендовали трудовым коллективам использовать в проработке с коллективными договорами, они были включены в эти договора, посредством коллективных действий и поддержки коллектива были внедрены, и исполнялись или не исполнялись, это уже, конечно, надо спрашивать у непосредственно работников, как они следили за выполнением коллективного договора со стороны работодателя. Но, зная то, что этому предшествовала всему забастовочная борьба и понимание, за что трудовой коллектив того или иного предприятия борется, они объединились, как бы, ради одной цели, и эту цель начали преследовать и идти к ее выполнению. Значит, вопрос звучит, не случайно, актуальное содержание коллективных договоров. Это говорит о том, что все его содержание и вообще сам коллективный договор на сегодняшний день, актуальный документ и инструмент, как я сказал, актуальные вещи, именно те вещи, о которых мы сегодня с вами говорили. Это как содержание первого вопроса, так и содержание второго о шестичасовом рабочем дне. Все эти нормы мы рекомендуем прописывать в коллективных договорах. Значит, могу поделиться своим опытом. На сегодняшний день мы подписали у себя на предприятии коллективный договор. Говорить о том, ну, то есть он из года в год подписан, это уже, наверное, третья колдоговорная кампания, в которой я непосредственно принимал участие. Могу сказать, что со сменой генерального директора и отношения, как бы, и видения, и слышания совершенно меняются, меняются, и поведение комиссии меняется, но надо понимать, что это момент борьбы. У нас на сегодняшний момент на предприятии два профсоюзных комитета, и чтобы попасть на коллективные переговоры, законодательство предусматривает большинство, чтобы профсоюзный комитет представлял большинство предприятий. Но, возможно, такой момент, когда большинства нет, и мы можем собрать доверенности на представление интересов других работников, чтобы представлять интерес работников в комиссии перед работодателем. Значит, у нас, как я уже повторяюсь, еще есть отраслевой профсоюз, где, что лишает нас момента, значит, работать самостоятельно. Мы были вынуждены прибегнуть к созданию объединенного комитета профсоюзов, единого представительного органа, так как и не имеем ни тот, ни другой профсоюз, более половины численности, да. Ну и, соответственно, прибегали к оформлению доверенностей. Но не на этом этапе, на предыдущем. Ну, значит, собрались мы, как гласит в теории, как не раз нам рекомендовали старшие товарищи, прежде чем выходить с какими-то требованиями, надо иметь непосредственно свой проект коллективного договора. Этот вопрос для меня оказался, может быть, более сложным, чем остальная организационная деятельность в этом моменте. Но получилось так, что к колодоговорной кампании вышли мы опять не готовы, не было у нас непосредственно своего коллективного трудового договора. И поэтому, как бы, здесь работодатель продавил эту ситуацию в плане того, что, ну, раз у вас нет в целом такого же документа, как у нас, у нас вот он есть, у вас его нет, давайте разбираться по частям того, что не устраивает вас в том документе, который мы вам представляем. То есть был произведен анализ, взят за основу колдоговора, приготовленный работодателем, был проведен его анализ, изучение, и на тех моментах, которые мы, соответственно, заострили внимание, мы обсуждали их в ходе переговоров, ну и приходили к какому-то компромиссному решению. Вот это была первая комиссия, наверное, когда я озвучил требования 6-часового рабочего дня. Причем скажу, что после озвучки это требование не попало даже в протокол комиссии, так как протокол велся со стороны, человеком со стороны работодателя. И, в принципе, он, может быть, был этот вопрос так понят, точнее, не понят работниками, и, соответственно, не был остро, не остро выглядел на комиссии, да. То есть очень четко представители работодателя понимают, как, за каким вопросом себя чувствует коллектив. То есть, если оказывается представителем работников четкая поддержка, то, соответственно, здесь компромиссное решение, скорее всего, будет найдено, но вопрос может обернуться и по-другому. То есть, видя то, что коллективные переговоры, соответственно, идет при обладании стороны работодателя, он додавливает комиссию представителей работников, видя, что тех никто не поддерживает, и навязывает свою волю. Волей-неволей, значит, эти моменты получаются проигранными. Но почему так вот получилось, как бы анализировали мы уже насчет этого вопроса о шестичасовом рабочем дне, то, что это требование на самом деле на сегодняшний день в коллективе еще не совсем понято. Я думаю, если над этим работать и продолжать это требование выдвигать, то будут как бы и победы, да. Но работа эта на самом деле серьезная, не надо думать, что это вот сегодня действительно мы решили так поступить и это так будет. Надо много работать. В первую очередь, работа в коллективе. Ну, как показывает практика, тот, кто, вот взять же опять докеров, тот, кто ведет эту работу в коллективе, до коллектива это дело доносится, и, соответственно, поддержкой они заручаются, и у них уже, соответственно, это дело выглядит более продуктивно, да. Значит, скажу еще о том, что также мы по рекомендации Российского комитета рабочих озвучили 134-ю статью. Она раньше звучала в коллективном договоре, значит, прям так же прописана, как и Трудовым кодексом, реальное содержание. А работодатель должен обеспечивать реальное содержание заработной платы. Значит, это статья, да, да, реальное повышение заработной платы. Эта статья 134-я, значит, исчезла вообще из коллективного договора. Они решили, что, ну, и так вроде обеспечиваем, зачем еще тут мозолить. Мы, значит, этому запротивились, сказали, что это законные требования, и давайте все-таки мы это требование будем выполнять. В какой форме? Ну, значит, форма все та же, вот, да, как и по этому вопросу тоже у нас есть хороший пример у Владивостокского морского торгового порта, да, где плюс к индексации они прибавили еще 5% реального роста. То есть реальный рост действительно у них есть. Вот, значит, мы проделали такую же работу, но, видно, может быть, запросили слишком мало. На момент, ну, значит, я связывался с товарищем Федотовым, узнать, как на сегодняшний момент, значит, обстоит дело у докеров, да. У них тоже была привязка к этому проценту свыше инфляции. Вот, мы долго убеждали работу дателя, что это действительно будет видна эта прибавка. Они, значит, начали нас уводить в сторону в плане того, что вот давайте рассмотрим по категориям работников. Ну, хорошо, давайте рассмотрим. И вывели на то, что рабочие даже среди представленных раздельных категорий, у них прибавка, это оказывается, самая минимальная. Соответственно, ну, у них оклады ниже, чем у руководителей. Соответственно, премиальные тоже. Вот, ну, и вот этот процент, он выходит самый низкий, да. На вопрос того, что, ну, опять же, мы заключаем коллективный договор, мы же не по категориям. Хотим, чтобы от коллективного договора выиграли все категории, соответственно, да. И надо понимать, что представители руководителей, там, подразделений цехов или замы их, да, они от этой ситуации, ну, как бы, вдвойне выигрывают. Вот, но тоже их поддержкой, как бы, не удалось заручиться. Ну, и активность-то у них не больно. То есть, идти в разрез с работодателем они не хотят, потому что у них и так, в принципе, все хорошо. Если у вас, как бы, есть проблемы, вам их и решать. Ну, это и вполне очевидно, да. Вот, мы, значит, связавшись с товарищем Федотовым, я узнал, что у них тот момент, который на 13-й год был прописан, действует, но маленечко в другой форме принято соглашение, что ежеквартально они к инфляции добавляют процент. То есть, пересматривают ежеквартально вопросы этого реального роста. Ну, и мы так посчитали. Ну, думаем, если докеры запросили, как бы, 1% на квартал, так, прикинули 4% в год, ну, на 1% меньше, чем у товарищей из Владивостокского порта, да. Ну, думаю, выйдем с предложения на 4%. Значит, когда представитель работодателя сначала говорит, да мы вам хоть на 4%, хоть на 10%, но это все мы так еще переглянулись, думаем, ну, вот, значит, попались, что говорится, на крючок. Ну, кто попался на крючок, еще не поняли. Вот, значит, 4%, когда они посчитали, это вылезло в энную сумму, которую, соответственно, они не захотели подписывать и принимать. На что позиция работодателя была такая, то есть, мы не хотим уравниловки, вот, вы хотите, как в советское время, что все равные, то есть, а мы хотим непосредственно по работе. Вот, если человек хорошо работает, то есть, они хотят увеличивать больше премиальную часть зарплаты, чем ее постоянную окладную, ну, в том числе, в общем, компромисс был найден, 0,5% было прописано в коллективном договоре. Квартал. А? Нет, в год. Вот. Да, да. Ну, было принято решение из-за того, что, опять же, повторюсь, особой поддержки коллектива, то есть, в коллективе работа велась такая, я бы сказал, никакая, и уже объясняя людям, почему так произошло, говорю, ребят, ну, извините меня, под лежачий камень вода не течет, да, чтобы добиться, ну, то, что инициативная группа, которая выступала, которую выбрали на конференции, которая представляла интересы работников, то, что смогли эти люди сделать, они сделали. Как бы, но на этот момент можно ответить, что, если, допустим, предыдущие колдоговорные компании, этот вопрос даже и не рассматривался. Но, сегодня, хоть там какую-то крупиночку, но застолбить, значит, коллективным договором нам удалось. Значит, какие еще актуальные моменты хотелось бы подчеркнуть, чтобы они непосредственно присутствовали в коллективных договорах предприятий. Это очень важные моменты согласования с профсоюзной организацией проектов, решений, затрагивающие интересы работников, прежде всего, по вопросам найма и увольнения. То есть, приходит человек, чтобы было согласование с профсоюзной организацией. Увольняется человек, так же, чтобы было согласование с профсоюзной организацией. У нас подписана, как бы, введена была система штрафов, с которой, соответственно, нормативный документ был введен, но профсоюзная организация с ним не согласилась. И, согласно 372-й статье Трудового кодекса, она была принята без согласия, без учета мнения, значит, профсоюзной организации. Но мы заключили, значит, такое соглашение с работодателем, что индивидуально каждый вопрос рассматривать при привлечении представителей профсоюзных организаций. Но, насколько он работает, значит, работает, могу сказать, привлекались и рассматривались эти вопросы со стороной, как и работодатель, так как бы не в одностороннем порядке, да? Это как бы с нашей стороны тоже некую защищенность работников представляет. Вот, значит, повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников за счет работодателя. Значит, это тоже вопрос очень актуальный. Меняются рабочие места. Значит, уже не раз сегодня было озвучено, когда ручной труд заменяется машинным трудом, когда человек, грубо, становится уже оператором, а не сам эту работу производит вручную, да? Ну, тратится средство, конечно, переподготовка ведется, но хотелось бы большего, да? Эти моменты тоже очень ярко может отслеживать, как и в соглашениях, так и в самом коллективном трудовом договоре. Вот еще такой момент. Значит, если раньше у нас коллективный договор был подписан, и все, что он содержал, он все содержание нес в себе очень плотно, да? На сегодняшний момент Росатом и те предприятия, которые принадлежат госкорпорации Росатом, они, значит, у них корпоративная политика в плане того, сделать как бы базовый коллективный договор, чтобы основное содержание, соответственно, у него было одинаковое, а уже вот эти, как бы, некоторые мелочи, характерные тому или иному производству, уже на локальном уровне как бы урегулировались, да? Вот они урегулируются, то есть эти нормативные акты уже считаются не как коллективный договор, в этом, конечно, большой минус, а уже как дополнительные локальные нормативные акты. А они не являются юридически, не являются содержанием коллективного договора, то есть в них, в коллективном договоре, на них только идет ссылка. И, значит, когда мы... Для чего это было сделано, мы уже поняли, как бы, позже, да? Значит, когда эта норма прописана Трудовым кодексом, ой, коллективным договором, работодателю, чтобы изменить норму коллективного трудового договора, приходится опять собирать и выходить, значит, на обсуждение с коллективом. Чтобы этого избежать, те нормы, вот, допустим, ну, не знаю, норма того же рабочего дня, вот мы вчера обсуждали, она может прописана быть как в коллективном договоре, как в приложении к нему в трудовом распорядке, и, соответственно, может быть еще положение, да? И вот она, эта норма может быть там и там прописана. Вот в коллективном договоре там только ссылка на положение, а изменить уже положение, как водится, рабочий коллектив может только, если он не согласен с тем результатом, который ему, значит, с той редакцией, который ему представляет работодатель, и получается, с одной стороны, минус того, что это отдельный нормативный акт, с другой стороны, плюс, если сильный коллектив и сильная профсоюзная организация, она уже может конфликтную ситуацию в этом несогласии вынести без коллективного трудового, ну, то есть выйти на коллективный трудовой спор без привлечения к этому коллективному договору как такового. Вот, и ситуация выходит такая, немного запутанная, но все равно стараемся те, значит, моменты, которые нам рекомендованы вносить в коллективный договор, да? Значит, предоставление работникам в других подразделениях или содействие в трудоустройстве в других организациях в случае ликвидации структурного подразделения. Такой момент у нас тоже охвачен коллективным договором, так как мы работаем в холдинге в энергетическом, то есть если какое-то из дочерних предприятий холдинга чувствует себя не совсем как бы ровно, она может перевести работников, то есть не просто выкинуть человека на улицу, а предложить трудоустроиться в дочерних обществах. Это тоже имеет место быть. Значит, обеспечение на рабочих местах в производственных вспомогательных помещениях уровня и температурного режима, и освещенности уже о СНИПах. Было это говорено, да? Значит, этот вопрос тоже очень важен. Если вот все мы ругали аттестацию рабочих мест, то специальная оценка условий труда, она еще интересней вышла по своему существу, чем эта аттестация. Вот вопросы сегодня звучали. Я почему как бы об этом говорю, но мы уже на протяжении трех, по-моему, лет предлагаем обучить. То есть сначала нам обвинение было такое, что мы не предлагали обучить уполномоченному по охране труда, когда потом все-таки мы предложили, там, забыли или денег уже у них не хватило на это. В этом году мы опять это повторили. То есть рекомендуем все-таки для того, чтобы разбираться в этой ситуации, обучить пополномоченному от трудового коллектива, чтобы человек, прежде чем начать работу комиссии, да, в которой он будет по охране труда и по суду по тому же, чтобы он, по крайней мере, знал, с чего начать, на что обратить конкретное внимание. Мы уже не раз отмечали, что желательно присутствовать, когда происходит специальная оценка условий труда, непосредственно, если она проходит на вашем рабочем месте, чтобы люди, которые на этом рабочем месте работали, присутствовали при этом. Потому что, ну, понимаете сами, что работодателю легче какие-то факторы умолчать, чем их прописать и потом, как бы, вот. На что, значит, руководитель бывшего отдела охраны труда нам говорит, у нас нет такой цели, у нас цель избавиться, наоборот, от чем меньше вредных факторов. Но все, как бы, слова. Все знают, предприятие старое, но где-то есть, конечно, улучшения. Не буду говорить, что все так плохо, но, извините меня, как бы, сам принцип работы остался тот же, что отцы и деды работали. Мало что. Ну, внедряется, конечно, новая техника, но в совокупности всего производства, как бы, в широком его объеме, она остается на том же месте, что и было. Вот хотелось бы, чтобы это больше. Значит, также средства индивидуальной защиты, ну, не знаю. Мы вот в этот раз запросили, такие ботинки сейчас выдают. Мы до смеха дошли, что рабочие, которые пользуют, как бы, ботинки-то выдают, а носки не выдают, да? Ну, и что мы должны за свои средства носки покупать? Говорю, ну, хотя бы пару на месяц нам тоже обеспечьте, как спецодежда. Причем, если раньше... А, начиналось вообще с простого, с кремов, да? То есть, обычные крема, значит, первый крем защитный, второй регенерирующий, восстанавливающий, да? Вот. Тоже всем обеспечивается. Значит, и, ну, не знаю, как с носками, вроде договорились, что тоже будут обеспечиваться. Вот, и все вот эти вот мелочи, казалось бы, да, мелочи не мелочи, а, извините, когда тебе дадут такой ботинок, который не гнется, а нога-то у него все равно еще ерзает, да? Ну, у тебя носок прослужит, там, не знаю, неделю. Опять же, это все из нашего семейного бюджета вытягивается, да? И вот эти все до мелочей, все вот это можно прописать коллективным договором. А и ведь действительно складывается-то все из мелочей. Ну, а уже такие вопросы, которые доведут дело действительно до коллективного трудового спора и для забастовки, вот, которые мы уже озвучили, да, экономические требования по увеличению роста реального содержания заработной платы, доведения заработной платы до стоимости рабочей силы. Сегодня, вот, на сегодняшний момент, это вот только-только, уже сколько лет мы уже об этом говорим, но вот на сегодняшний момент это уже как бы въедается, да? Это уже звучит уже у людей, то есть люди проникаются, и это просто проникается-то чем? Что это простейшая вещь, она прописана Трудовым кодексом. Я не зря сказал в предыдущем выступлении, что мы даже не знаем своих прав, которые прописаны Трудовым кодексом. Ну, не знаю, в плане того, что не просто знаем или не хотим знать. Ну, ничего ведь, ну, это там не том какой-то там научной литературы, где там формулы, ну, формулировки простейшие. И причем работодатель с группой юристов пытается, значит, интерпретировать это по-своему на кол-переговорах, да? А рабочий по-своему. И вот именно вот эта вот борьба, она имеет место быть, и тут уже, извините, кто кого. И бывает, что в каких-то моментах, конечно, уступают, и компромиссы находятся. Но прежде чем, вот я говорю, идти на эти баррикады, как бы, да, бороться, ну, надо подготовиться. У нас, как бы, уже, ну, и я готов и к себе критику выслушивать, почему, значит, эту, ну, ввиду, как бы, тяжело. Вот мне конкретно, допустим, если зададите вопрос, почему вы до сих пор там не составите свой проект коллективного договора. Ну, пытаюсь я уже, несколько лет пытаюсь написать, написал его первую главу. И когда я представил им первую главу, хотя бы, чтобы этот момент уже, потому что тоже брал за основу докерский коллективный договор, думал, ну, вот сейчас дело-то стройница. Но уже даже вот в формулировках там, вы понимаете, то есть, что докерский коллективный договор, грубо говоря, он практически такой советский, надо сказать. Там уже много сказано даже в первой главе, хотя первая глава это общее положение, где уже многое дается, как бы, когда непосредственно коллектив готов уже управлять предприятием. То есть, он знает, что дальше будет. Это в общих положениях, то есть, он такие вещи освещает, на которые не каждый работодатель прям просто. Вот, ну, мы решили как, что мы сейчас воткнемся, значит, в первую главу. Уж очень не хотелось нашему работодателю, представителю работодателю, новому генеральному директору, начинать с коллективом трудового спора. До этого, значит, у нас был момент коллективом трудового спора. Когда меня спрашивали, чем все это дело закончится, я говорю, хотелось бы забастовать. Не каждый понимал, какая форма забастовки будет. Некоторые вообще приняли решение, ну, как бы, повелись на слова работодателя, что нам нельзя бастовать. Во-первых, много форм забастовок, да, это раз. Во-вторых, как забастовать. Ну, в общем, до этого мы не дошли, дошли до процедуры привлечения третьей стороны. Вот, значит, но столкнулись опять с тем, что ни с администрацией города, ни с курирующего предприятия третьей стороной для примирения никто не захотел быть. В итоге позиция коллектива тоже так. Ну, понятно, что и профсоюз слабоват, конечно, и коллектив чего-то недопонял. В общем, все так на нет и сошлось. Коллективный договор все-таки продавил работу датель, принял в той редакции, которая ему была нужна. Но даже, что сказать, даже в такой ситуации не надо как бы отчаиваться. Пусть бы какой бы он ни был, приняли его. Остается время для того, чтобы проработать и нарабатывать, значит, новые шаги. И опять же, к новым действиям, да. Но и не надо забывать следить за теми обязательствами, которые уже были подписаны. Надо все-таки, потому что бывает как. Подписали колдогр, все подписали и думаю, сейчас вот все там как подписано, так и будет выполнено. Но уверяю вас, что не всегда это так. Не будешь следить за выполнением, но многого могут и не выполнить. Вот. На это тоже надо обратить внимание, значит. Потом, вот ввиду уже сегодня того, что звучало, да. При значительных отклонениях рабочих температур, будь то жара или холод, да. Раньше документации у нас, по крайней мере, колдогр прописывал. Но бывало, что что-то, когда, допустим, статья не работает или не часто применяется, да. Работа дателю просто в следующий раз, допустим, может просто из перечня, бац, она вылетает. Ну, скажет, не применяется, не применяется. Я вот еще раз повторюсь, за этим надо следить. Поэтому, вот, здесь говорим о режиме на рабочих местах, ну, на нормальный, значит, температурный режим, что в холод, что летом. То есть, это, опять же, может все прописано быть коллективным договором, да. Опять же, когда кто с тяжелыми условиями труда занят, в тяжелых условиях труда, тоже можно прописывать дополнительные технологические перерывы и тому подобное. Значит, у нас практикуется, значит, раньше этого не было, на местах, допустим, есть операторы турбин, для них организовываются комнаты приема пищи. То есть, отдельно в цеху, значит, такая комната изолированная совершенно, которая освещена, там, стол, плитка, холодильник, чтобы человек, там, извините меня, не около работающего оборудования из термоса, там, питался, а в комфортных условиях. Это тоже можно все, как бы, воплотить в жизнь. То есть, все те вопросы, кроме, вот, говорю, основных, это 6-часовой рабочий день, реальное содержание заработной платы, доведение заработной платы, достоимости рабочей силы, значит, сохранение минимального количества работников, о котором Вадим Михайлович говорил, да, которые, я имею в виду, будут проходить в коллективных договорах более трудно, да, все вот эти вот мелочи, которые вы предусмотрите, это все возможно включить в коллективный договор, и, ну, где-то посредством борьбы, где-то посредством убеждений это должно, как бы, воплощаться в жизнь. Но на сегодняшний день мы рекомендуем все-таки побороться посредством забастовочной борьбы. Скажу честно, на моем предприятии коллектив на сегодняшний день бастовать не готов, поэтому, как бы, вот и подписание коллективного договора вышло именно вот так, как оно вышло. Когда, значит, идет претензия уже в мой адрес, я говорю, ребят, ну, извините, я говорю, когда встанем со стульев там, да, пойдем как один, тогда, может быть, добьемся. Когда основная масса, извините меня, ковыряют в носу, опять человек за них идут, ну, тут оказывается разного рода давление, кто-то хочет быть замечен, кто-то не хочет быть замечен, все-таки это дело общее, здесь надо постараться всем. А получается, как бы, вот вы идите, мы посидим, там у вас получится и не получится, а если вас побьют, то мы тоже попадем. Ну, как бы, разные мнения у людей, но раз есть успехи, пусть они не у нас, у старших товарищей, да, есть успехи, как говорилось, мы уже, эти успехи подтверждены опытом, надо действовать в этом направлении. Ну, просто опыт, я считаю, надо набираться. То есть, отрицательный опыт тоже опыт, какой бы он ни был, надо прорабатывать эти моменты, надо учиться. Опять же, у нас и здесь семинар, и Красный университет, и любого толка профсоюзной учебы, она только будет содействовать продуктивной работе, как профсоюзных, так и, где нет еще профсоюзов, допустим, группам каким-то активным, да. Вот, значит, введение, при увольнении в связи с уходом на пенсию, оказывает работникам единовременную материальную помощь. Вот, у нас долгое время эта норма была в коллективных договорах, на сегодняшний момент Росатом посчитал, что руководителям эти парашюты нужны, работникам не нужны, и так вот постепенно тоже эту норму вымыли, но она имеет место быть, опять же, в прогрессивных договорах, она существует, эта норма. В общем, все то, что вы захотите, и все те положения, которые, на ваш взгляд, могут улучшать положение работников, нужно включать в коллективные договора и отстаивать. Просто на сегодняшний момент, я знаю, есть предприятия, где даже и не слышали, что такое коллективный договор, да, я вот думал на сегодняшний момент, ну, просто, что у нас он, как бы, у нас еще есть, кроме коллективного договора, я уже, может, повторюсь, отраслевое тарифное соглашение. Вот, и не всегда даже работодатель те нормы отраслевого тарифного соглашения выполняет, как бы, добросовестно. Вот, и иногда приходится указывать работодателю, это тарифно-отраслевое соглашение, а вы его не выполняете. Или можно просто хитро поступить, какие-то нормы, если там взять из этого же тарифного соглашения и продублировать их у себя в коллективный договор. В общем, на сегодняшний день могу сделать, как бы, такое заключение. Если, уже, наверное, повторяюсь, коллективно договорное регулирование имеет место быть, и если на сегодняшний день еще у кого-то есть успехи, как бы, на этом поприще, то этим все-таки стоит заниматься. Но, просто говорю про себя, если пока нет успехов, они наверняка будут, надо просто работать в этом плане, усовершенствовать свою работу, работать с коллективами, ну, проводить эту работу. Конечно, критика любая, она воспринимается. Но еще хотел сказать то, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Если допускаются какие-то ошибки, их надо признавать и исправлять. Готов ответить на ваши вопросы. Мы сталкивались с этим вопросом, значит, о привлечении, вот, Лев Викторович не даст соврать, значит, когда мы с некоторыми сложностями столкнулись в правовом поле, да, и Михаилу Васильевичу обращались по полу, и Александру Владимировичу Золотову, но отказались от этой идеи, юрист, когда ты сам разберешься, и юрист уже, как бы, не нужен будет, когда ты проживешь эту трудность, пропустишь ее через себя, что такое юрист? Ну, во-первых, у профсоюза, ну, может быть, хватит денег, чтобы нанять, там, допустим, в штат юриста за зарплату, да? Ну, где, как бы, вероятность того, что работодатель не перекупит этого юриста, да? Ну, хорошо бы, чтобы этот юрист был бы доморощенный, да, опять же, из среды, из рабочих, тогда это, но вариант того, что тоже может, юрист, если будет успешным, может переродиться, тоже так же может быть подкупленный. Я считаю, вот, в этом вопросе не надо быть сильно юридически, там, иметь, точнее, юридическое образование, он не настолько сложен для понимания, этот трудовой кодекс, но формулировки, может, там где-то вопросы могут возникнуть, но гораздо эти все противоречия вскрывать и разрешать, вот именно коллективу будет проще, чем, ну, ты там прочитал, допустим, у тебя не возникло вопросов по той или иной статье, у кого-то возникло, сели вместе, разобрали, то есть, вскрыли противоречия, дошли до истины, как бы, ну, таким методом, то есть, я не верю вообще, то, что, вот, у нас тоже не раз мы слушали, что, допустим, подадим в суд, выиграем, ну, там, мы правы же, ну, правы, подадим в суд, ну, подавайте, ну, на суде кто, как говорится, да, научу, как правило, позицию занимает суд, ну, где больше денег, ту позицию она занимает, как бы, вот, здесь вопрос такой, не надо искать себя в судах, если мы, извините меня, не можем с тачком организовать, ну, какие суды, нам надо с тачком организовывать, борьбе учиться, такой, серьезной борьбе, а мы не можем на сегодняшний день, ну, просто подойти к предмету, вот, мы говорим много о забастовках, ну, не готовы мы сегодня люди бастовать, по разным причинам не готовы, вот, когда мы будем готовы бастовать, вот, тогда да, ну, в суды идти, ну, ну, пойдем мы в суд, потеряем время, деньги, ну, а проиграем потом, что, как бы, процентов на 90, это вариант проигрыша, можно, конечно, когда есть, там, коллективные и серьезные обращения, но единичные случаи, но, тем более, когда коллективные обращения, ну, если есть коллектив, гораздо, мне кажется, проще дойти до коллективно-трудового спора и пустить все свои силы для образования с тачком и забастком и подвести дело к забастовке, причем еще забастовка, вот мы говорим постоянно тоже, забастовка, 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 забастовки рознь, ее ведь очень много форм, и, опять же, она воспринимается большинством работников таким образом, вот, все, я прекратил работу и все, да не прекратил, а временно приостановил, уже совершенно другая разница, и вот этот ролик Михаила Васильевича Попова, вы, наверное, все видели, когда пришел инспектор из трудовой инспекции и начал к одному, подошел, вы бастуете, да, бастуете, а кто бастует? Вы бастуете? Нет, я на рабочем месте, ну, он не работает, но он на рабочем месте, к другому, а где у вас здесь с тачком? Нет у нас никакого с тачком, то есть, ну, это, как бы, высший пилотаж, как он говорит, да, и такое провести, опять же, надо сильный трудовой коллектив, ну, не можем мы сегодня, опять же, не раз говорили, что рабочий класс разрозен, но сначала давайте объединимся ради какой-то одной цели общей, да, если она действительно есть у нас, и потом будем идти вот к вот этой цели полномерно, как... Мое видение такое вот, насчет юристов, то есть, все в наших силах, не нужны нам ни юристы, ни экономисты, для победы мы сами должны стать и юристами, и экономистами, кем угодно. Я просто, что им самым удобно, представь, там, формулировки, вот эти все, там... Медиками становитесь сами, так ли? Мы вынуждены сейчас... Еще вопросы? Докладчик вызвать. Так, раз вопросов нет, товарищи, предлагаю выступить по вопросу. Валентин Гаммуфлий Фикторович, я, это у меня даже не выступление, а в качестве дополнения. Валентин сделал очень обстоятельный, подробный доклад, и очень интересный, с, так сказать, без прикрас, без восхвалений, значит, с долей самокритики, все хорошо. Значит, он полный, то есть и добавить-то нечего, но вот, на мой взгляд, кое-что надо пояснить просто, значит, ну, для понимания, значит, почему у нас, смысл какой, почему у нас не получается. Вот, организация Валентина, это, значит, ТЭЦ, энергогенерирующая компания, она такая, достаточно компактная. Значит, это единственная наша профессиональная организация, где есть вообще возможность, вот, всерьез побороться за кол-договор. Там у нас численность на уровне половины, а может даже и больше, то есть, как бы, вот, по всем этим канонам мы там имеем как бланш. Но, но этим не удается воспользоваться, значит, в полной мере. Почему? Потому что все равно сидит этот отраслевой профсоюз, который свою эту деятельность проводит, значит, вставляя палки в колеса, разделяя коллектив, значит, и не явно, но тайно, он, в общем, проводит эту политику работодателя. Значит, вот Валентин говорит, что коллектив не созрел. Что значит не созрел? А не созрел, потому что вот есть эта вот пятая колонна в лице наших друзей, приятелей из конкурирующих профсоюзов. Именно они вот эту вот несозревшесть и, так сказать, это культивируют. Значит, вот, значит, порождают вот эти вот, как бы, в коллективе неуверенность в своих силах и так далее. Да у вас все равно ничего не получится. Да у нас тут так все сложно, а вы тут, понимаешь, кто такие. Вот, то есть даже имея, как бы, вот и большинство, да, но все равно, вот, значит, выходить на серьезные вещи, оказывается, не так просто. Вот, серьезные вещи – это коллдога. Сказывается разделенность коллектива. Причем, вроде бы, даже, может, у нас и больше половины, но этим не удается воспользоваться. Причина, как я сказал, да, вот этот вот отраслевый профсоюз нам противодействует. Администрация, она там, понятно, что противодействует, а эти противодействия более хитро. Вот. Второе, значит, вот всему свое время и свое место. Значит, Росатом – это такая контора, что она сейчас, в общем, выстроила структуру такую сверху, донизу, на типную. Значит, все эти колдоговоры, они типовые, значит, это самое, даже если администрация, вот ТЭЦ, там чего-то рыпается, то ее там у корот дадут сверху. То есть, и с профсоюзом договорятся вообще тоже возможности мало, иначе они просто тоже на улице окажутся. Даже сама структура договора, вот мы предлагали это самое, свой проект, ну, конечно, там, так сказать, не полный, не цельный, но сама структура уже нашего договора, то есть, как главы называются, это все, это вот это самое, полные штыки. Почему? Потому что, так сказать, они себе не хозяева. дирекция ТЭЦ, не хозяева себя, значит, они выполняют вот те вот, то есть это, и вообще в Росатоме, как вот в такой глобальной конторе, значит, чтобы вот всерьез бороться, надо бороться на отростковом уровне. К сожалению, у нас таких нету, структур. Вот, а в целом, все Валентин правильно говорит, значит, хоть, может быть, успехов особых нету, но Валентин вот лично прошел огромный этот путь, значит, и люди, которые с ним, значит, по своему собственному образованию, обучению, развитию своего понимания, это самое, вот та формула, что первым делом надо колдоговор проект свой написать, она верна на сто процентов. Вот даже на этом уже происходит значительный рост это профсоюзная организация и ее актива. Значит, это тоже, оказывается, непростая работа, и даже начав с успехом или не очень успешно, все равно идет рост профсоюза, это самое, ну вот, организационно, идейно, его умения растут. То есть, когда работники вот в это включаются, они уже растут. И вообще все это надо пройти на собственном опыте. Вот что-то вспомнилось, значит, я вот тертый калач, значит, а какая-то у нас была ситуация, значит, Валентин говорит, надо сходить в это, в трудовую инспекцию, в трудоинспекцию. Я говорю, да я, ходили мы туда, ничего не получится. Все равно Валентин пошел. Правда, от лук получил. Одного убитого, двух не убитого. Да, ну, уже по собственному опыту. Но спустя месяц этого инспектора посадили. Вот, Валентин, молодец. Сейчас установим. Сейчас расскажем. По повышенной выроскать, выроскать, выроскать. Вот, а сама формула, что борьбу за коллективный договор надо начинать с его написания проекта, это абсолютно верно. Это я другой могу пример привести. Это еще вот в 90-е годы, еще до этого нового трудового кодекса, другой организации в самом нашем институте в НЕФЕ. Значит, маленькая защита написала проект, причем написала так основательно, значит, это сам, прогнав его три раза, вот, три итерации по цехам. Три итерации по цехам. Значит, он прошел, это самое, с изменениями, с дополнениями, и это был действительно такой, как бы, проект, на который можно опереться. Значит, он свою роль сыграл. Когда мы его выставили, это был вообще такой шок и, ну, и малюпасенькая защита, она как-то оказалась прямо это вроде со всеми остальными наша администрация даже вот как бы в публичное поле это вошло, значит, администрация там в СМИ говорит, вот, у нас в эту колдоговорную кампанию два проекта. Есть один большой, большой, непонятный это вот официальный отраслевой профсоюз и маленький, но злобный, маленький, на злобной защите. Так что это большое, большое дело. Эта формула, кстати, выработана здесь, на Российском Комитете Рабочих и она прошла проверку практикой. То есть надо, чтобы бороться за коллективный договор, надо первым делом создать собственный проект коллективного договора. Ну и заключение, да, Валентина, вот, вообще эта организация, она хоть со всеми проблемами, но люди растут в реальной борьбе. Лев Викторович сказал, что составить свой проект, но у нас вопрос о содержании коллективного договора, как я уже говорил, не раз стоял, да, и мало того составить коллективный проект, коллективно-трудового договора, как старшие товарищи, значит, эту инструкцию расписали гораздо подробнее, после написания вряд ли ведь основная масса работников проникнется и будет вчитываться во все то, что там было написано, вот, значит, рекомендовано после написания проекта сделать краткую выжимку, с этой краткой выжимкой уже работать в коллективе, то, что основные моменты, которые там озвучены были в этой выжимке, то есть, как что говорится, от зубов отскакивали от работников, да, то есть, чтобы работники при том, когда комиссия будет защищать эти положения, они знали, и каждый мог в любое время суток его спросить, ребята, что вы отстаиваете, он мог отчеканить это на раз-два, да, что вот мы отстаиваем шестичасовой рабочий день, реальное содержание, платы, заработные платы, доведение ее до стоимости рабочей силы, вот эти формулировки, я, наверное, к себе, вот они у меня в голове стали, наверное, после четвертого семинара, как-то я, да, какая чуриальная содержание, что это вообще такое, мы здесь и часы рисовали, и диаграммы показывали, и несколько раз убеждали нас научные руководители, что не надо бороться за индексацию, хотя эти вопросы постоянно возникают, кто-то все еще там индексацию, индексация это всего лишь выведет на уровень тот, который в начале года был и будет в конце, но инфляцию у вас все съело, и индексация вам ничего не оставила, а вот именно нужен этот реальный рост, вот что это такой реальный рост, потом как с этим реальным ростом прийти в коллектив, объяснить коллектив, что это опять же именно законные требования, это никем уже не выдумано, это стало 134 статья Трудового кодекса, просто надо заставить работодателя, если это действительно интерес наш, рабочий, что надо заставить выполнять его хотя бы требования законные, это же законные требования, но уж насколько вы договоритесь, но мы договорились на полпроцента всего, на сегодняшний момент, посмотрим, как эта система будет работать, а я вот не уверен, что они готовы допустим, даже это положение выполнить, тогда уже извините, может чем-то и запахнуть другим, но когда будет готов, я вот еще раз говорю, будет готов коллектив, вот основная работа все-таки с коллективом, но как вот добудить его, как его разбудить на сегодняшний момент, как его в эту работу включить, об этом тоже много было сказано, но пока вот так, пока мы только ставим в пример то, что добыто не нашими профсоюзами, с оглядкой как бы немножко в прошлое, ведь добиться успеха пол-дела, а вот удержать его и дать какую-то новую дорогу, это еще работаем в этом направлении, пока так. А вот я спросить хотел, а можете рассказать чуть более подробно об организационной форуме первичной профсоюзной организации, там одна была или несколько, вступали ли в какие-то объединения профсоюзов или принимали свой устав, какой был устав, но у нас ситуация вообще как бы стихийно, то есть один по-моему девятый год, девятый год скрылось то, что нам не индексировали заработную плату, вроде как-то зарплата росла, 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 до какого-то уровня доросла, а потом бац, и люди стали понимать, что зарплата не растет, да, и начались стихийные волнения, здесь собрались, там собрались, значит сам профсоюз защита на тот момент, вот как сегодня товарищ спрашивал, ну а как вот профсоюз, то есть там накатила волна как цунами и пошла, да нет, вот именно характер работы профсоюза, он такой, волнами, да, есть подъем, есть и спад, есть подъем и есть спад, вот на момент нашего как бы вливания в профсоюзную организацию был спад, было всего 50 человек, Владимир Степанович Рузанов возглавлял его на тот момент, ну и в основном там с ним человек 30-40 уборщик, ну и там с цехов мужчины предпенсионного возраста уже, вот, ситуацию мы эту обработали, так думаем, давай выходить, ну тогда еще мало что вообще соображали, и о профсоюзах практически не знали ничего, но в отраслевой, то есть уже недоверие к отраслевому профсоюзу было настолько, во-первых, посмотреть, вот у меня родственник, да, он тоже работает в институте, знает, просто как бы рассказывать такой небольшой, там вот этот отраслевой профсоюз, он идет на обед, значит, активист отраслевого профсоюза вешает на доске объявление по прогулке выходного дня, там на теплоходе три дня по Волге, да, повесил объявление, он с обеда идет, записал телефон, пришел к себе на место, звонит, говорит, можно записаться, она, можно, но мест уже нет, как я, видел, вы только что объявление вешали, а, говорит, мест уже нет, ну все, мест уже нет, он пошел в правогруппу разбираться, куда места делись, объявление повешено пять минут назад, заходит, ну вот список, соответственно, там руководители в этом списке, ну, львиная доля руководителей, ну вот, все, говорит, места заняты, куда, я тебя, что ли, поставлю, а руководители вычеркну, я ему начинаю чем отличается наш профсоюз от этого отраслевого, я говорю, вот смотри, вы как бы профсоюз все в одинаковых условиях, я говорю, в одинаковых, да не в одинаковых, руководитель заработной платой 100 тысяч рублей платит, к примеру, тысячу рублей взносов в месяц, ты заработной платой с платой 10 тысяч рублей платишь рубль в месяц, соответственно, он чувствует даже в профсоюзной вот в этой среде себя хозяином, соответственно, у него заработок больше, его взнос больше, и, соответственно, и взять он хочет от этого профсоюза больше, вот, и все вот на этом построено, то, что они как бы профсоюз откупили там одним, откупили другим, я имею в виду вот этот отраслевой, и он на самом деле, кого бы он в себя бы не включал, он интересы к классу работников и рабочих в целом отстаивать не будет, поэтому нужно создавать именно рабочие профсоюзы, у нас на тот момент вот он был, но вот в таком состоянии, о котором я вам рассказал, да, и, значит, когда мы тут завозмущались, думаем, в тот профсоюз не пойдем, что-то надо как-то свое предпринимать, тут на тот момент очень активно себя фордовцы ввели во все ушки, у них тоже там гу-гу-гу все было, и к нам пришел вот этот Рузанов Владимир Степанович, говорит, ребята, вы сейчас домутитесь до того, вас объявят гаврошами и всех выкинут за забор, вы никак не оформлены, у вас нет никакой защиты, ну, мы так обстоятельно послушали, что вы предлагаете, он говорит, у нас уже есть организация готовая, вам не надо ничего сколачивать, пожалуйста, вот, мы как бы всем скопом недовольных вошли в эту организацию, тем самым увеличив ее численность, ну, и начали работать до определенного момента, пока сначала нас значит запрашивали, вы кто такие, свои документы представьте, работу дать, ну, генеральный директор прошлой, ну, мы все представляли, то есть, нас забрасывали документами, просто узнать, мы, не отрывая, грубо говоря, головы от письменного стола, отписывались только на основании, чего мы действуем, что мы интересы представляем, туда-сюда, то есть, всю информацию им представили, когда мы представили им информацию и сели за стол переговоров, то есть, ну, тут нас как котят, соответственно, уже, но не готовы были к этим переговорам, ты можешь из-за стол переговоров садиться на тот момент не надо было, но вот наш опыт начался именно с вот этой возни, но здесь повозили, бас, узнали, Лев Викторович привез нас на РКР, узнали, что есть Российский комитет рабочих, приехали на Российский комитет вопрос численности, но не хватает у вас численности профсоюза, оформляйте оформляйте доверенности, приезжаем, начинаем оформлять доверенности, бац, еще какой-то шаг, оформили доверенности, недослушав, может, не вникнув, но знаете, как вот верхушек похватали и пошли дальше опять, опять нас там вот так вот повозили, повозили, Опять приехали в следующий раз на РКР Новое что-то опять узнают Опять это новое внедрили Ну и вот постоянно Вот так приезжая сюда на этот семинар Черпаешь пока вот еще Старшее поколение готово Передать свой опыт Есть на что по крайней мере опереться Есть та база Так вот действуем Но нет допустим понимания того Что вот сейчас оно конечно есть Но сейчас сталкиваемся уже с другими трудностями Вот и делимся тем что Если полезно конечно кому то это будет Если кто то пойдет Но уже конечно не совершив тех там допустим Глупых ошибок которые были нами совершены Допустим уже сейчас кто то может подсказать Как этого всего избежать Чтобы действительно выйти подготовленным То есть чтобы уже никто тебя там не возил Но мы вот так вот как бы Начали деятельность набив сначала шишки Ну я вот конечно хвалиться Особо то и нечем Ничего как бы и не достигнуто Но смысл то в том что работа то ведется И зная как бы что Если люди на этом заинтересованы Что она будет вестись Но как вот это будет Если работать то будет Ну я просто убежден в этом Если делать то мы конечно что не добьемся Если ничего не делать то конечно трудно Некоторые приезжают и всегда как бы говорят там Трудности 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 Да трудности и даны для того чтобы их преодолевать Но если так все легко Ну иди и бери Ну что трудно Ну трудно да сложно А Михаил Васильевич Попов говорит Сложно Сложно Был бы просто мы бы здесь бы и не собирались А мы собрались ли решать сложные вопросы А сложные это что такое Это сложные из простого Вот все вот это вот простое по крупицам Мы будем разбирать сложные Разрывать на простой и решать Да Спасибо Неоднократно возникал вопрос О индексации и повышении реальной заработной платы Значит профсоюзники используют пример И он очень доходчивый Про 100 батонов Слышали такой пример Итак индексация на примере 100 батонов Итак в начале года вы на свою зарплату можете купить 100 батонов Идет инфляция В середине года вы можете уже купить 97 батонов А под конец года вы можете купить на ту же самую зарплату 92 батона Так вот индексация это когда вам повышают зарплату Именно повышают И вы достигаете уровня чтобы купить снова эти же 100 батонов Это индексация Но мы боремся за повышение А за повышение мы боремся чтобы нам так повысили Чтобы с начала следующего года мы купили 110 батонов Ну или 102 Или 100 с половиной как вот получилось Или 102 там в итоге вам поквартально или как В год В год В год В общем чтобы вот как у них получилось То есть индексация плюс повышение То есть у них получилось завоевать на следующий год 100,5 батона Вот так вот на батонах С маком Булочка с маком Булочка с маком еще Спасибо Вот так на батонах легко пообъяснить любому работнику Что такое индексация А что такое именно повышение реального содержания Заработной платы Хороший такой яркий пример Из того что рассказывал Валентин Смотрите Красной нитью шла одна и та же мысль Что они шли с открытым зарпбралом Не понимая что там будет происходить Получали эти шишки Откатывали И снова шли опять Ну как бы преодолевая следующий барьер Опять с теми же самыми вариантами Тут видите получается как бы назревает мысль Что хорошо бы идти подготовленным Уже представляя Как это все будет И не только представляя Но и отрепетировав эти все моменты Потому что даже вот этот вот момент ведения переговоров Кто ни разу не был на переговорах Не представляете насколько это сложный вариант То есть мы люди от САХИ Мы сидим Перед нами этот работодатель Справа юрист Слева экономист С кадровик Еще И вот эти пять человек И мы такие вот неподготовленные Сидим И мы им говорим какой-то вопрос А они нам на этот вопрос так извратят И мы сидим и плаваем Мы плаваем реально в этом вопросе И не можем ничего ответить Поэтому даже вот каждый момент Надо отрепетировать До входа в администрацию И до входа на эти переговоры То есть рекомендуют следующим образом Даже вот эту позицию проходить Вы собираете две группы И одна группа работодателей Другая группа именно вы Которые будете присутствовать на этих переговорах Вы репетируете то что вы хотите отработать там Какие требования выдвинуть и отстоять их Желательно это записывать на камеру И после того как вы пройдете вот эту вот стычку Между собой конфликт вот этот вот разработаете Пройдете даже вот в этой игровой форме И посмотрите это на видеозаписи Вы увидите свои ошибки Ведь там столько всяких нюансов Кто это будет вести Вот здесь произвучал вот например Такой вариант что Не посадили своего человека Который пишет протокол А он нужен То есть со стороны работодателя Человек пишет и с нашей стороны Потому что он пишет то что ему надо А мы то должны все писать Что нужно нам И поэтому Валентин предложил о 6 часовом рабочем дне Но он с этим не выходил с проектом И народ ну я так понял Не поддержал не понял И в итоге этот пункт провалился И даже не записали его Ну а основное да не записали То есть не было человека Который записывал бы со стороны Получается что На данный момент Есть классный вариант На данный момент Попов Михаил Васильевич Ведет лекции со студентами То есть вот он стоит И разговаривает со студентами Которые никогда не работали И он им старается объяснить Вот эти все нюансы работы И ведение на основе вот этой вот работы Ведение вот этих допустим Коллективных переговоров Вот эти все нюансы То есть вот все вот эти переговоры Про достижения Ну по заключению коллективного Коллективного договора Сейчас это все выкладывается в интернет Непосредственно этим занимается Сергей Викторович И понимаете Мне я сам присутствую на этих лекциях Михаил Васильевич мог бы быстрее Это все пройти Для него это понятно уже Как бы он это объясняет Не первый раз и не первый год Но конкретно сейчас Он почувствовал вот этот вот нюанс Что мы сами в этом плаваем Вот я к примеру возьму Вот например сидит Валентин Он тоже я вижу Прослушал эту лекцию О которой сейчас сказал этот Ну о которых я сейчас рассказываю Да там Михаил Васильевич приводит пример Но вот он один раз прослушал Но забыл о чем речь То есть ну там он именно говорил О судебных приставах То есть судебный пристав приходит И ищет вот этот комитет среди рабочих Но понимаете вот какой еще момент Мало просмотреть один раз Надо просмотреть еще один раз Это вот понимаете Лучше посмотреть три раза подряд И каждый раз ты увидишь вот этот вот нюанс Который ты не понял в прошлый раз Он просто ляжет Ах это вот что значит То есть понимаете я вот в этой системе Ну я сам в профсоюзной работе Совсем недавно и в партии недавно Ну как бы очень-очень плотно занимаюсь Этими всеми вопросами И понимаете я слушаю Михаила Васильевича И каждый раз я ловлю себя Что ага вот интересный момент Вот интересный А это что же Вот например на предпоследней лекции Он рассказывал о требованиях Понимаете То есть именно о том С чего начинаются коллективные договора С чего надо вообще начинать Как сформировать этого требования И он выходит своей мыслью на то Что мы сейчас на данный момент Не умеем требовать вообще Нас этому не учили То есть у кого нам учиться У предыдущего поколения А у предыдущего поколения Прививка от Советского Союза За них все решали Ведь было же тогда вот Ну как бы все понимают Как это все было Предприятие разваливается Сидит целый коллектив Понимает что работодатель Прокручивает деньги Прокручивает деньги где-то И при этом молчит и ждет Когда им заплатят зарплату И при этом не выносит никаких требований У них на глазах рушатся коллективы Пилятся предприятия Они же отказываются на задворках То есть вне работы И при этом не умеют Именно предъявлять это требование Набраться смелости И предъявлять требования Да поэтому есть какие-то причины Почему мы не можем Например работодатель Если за рубежом профсоюз Это нормально То у нас ты открыл профсоюз Это сразу Ты меня не уважаешь То есть сразу работодатель Воспринимает это просто Как вот что-то такое невообразимое И он должен с тобой бороться То есть взять тот же Форд Это же не просто так У них там прям все вот так прокатило Они создали профсоюз А работодатель уже был готов к этому Для них что нет профсоюза Это какой-то Ну что-то Вот он есть профсоюз Он что-то хочет Это обычное дело Для нас же на других предприятиях Создать это в два раза сложнее Даже было Ну сейчас это в два раза сложнее Чем создать на том же Форде профсоюз И отстоять свои требования Но я возвращаюсь к своей мысли Сейчас у нас есть возможность Не допускать хотя бы глупых ошибок То есть Работа должна вести в таком направлении Обязательно Если мы чего-то решили сделать Надо почитать Посмотреть И спросить У знающих людей Михаил Васильевич С Фондом Рабочей Академии Всегда на связи Всегда доступен Он может проконсультировать В Фонде Рабочей Академии Вот как бы Валентин замечает Что он обращался Также к Федотову Федотов тоже очень Ну это именно докерский Да вот это прогрессивный На кого надо равняться Он не может работать Как раньше в полной мере В связи там Ну со всеми своими делами И заболеваниями Но Он открыт для общения И Он все подскажет То есть Он совершенно открыт И подскажет И расскажет Как лучше сделать В той или иной ситуации Повторюсь третий раз Смотрите На Фонде Рабочей Академии Все вот эти записи Которые вот Сергей Викторович В хорошем формате Выкладывает Там слышно каждое слово Аппаратура хорошая Смотрите не по одному разу И Как солдаты Понимаете Солдаты становятся Нормальными солдатами Когда они Даже на учениях Должны это все Проползти на пузе Это все Понимаете Вот эти ситуации И вы должны Также До того Как встретиться С работодателем Вы должны Это все Проработать На ногах Вот у танцора Говорят Пройти это все На ногах Перед чем Как станцевать Этот танец Или начать танцевать Ну еще Вот Валентин Молодец Что он обозначил Вот этот вот пункт Видите какой момент Чтобы подготовить Людей К забастовке Надо их объединить То есть У него не получилось Написать коллективный договор Не получилось В связи с тем Что он не написал Коллективный договор Сделать выжимку эту И донести до коллектива На что мы готовы Для чего Возможно Этой бы выжимкой Он возбудил бы коллектив Настолько Что они были бы За него горой И возможно бы Ну я опять говорю Возможно Я с допусками Возможно Это возбудило И они были бы готовы Дойти до стачки Потому что Это затрагивало бы Их коренные Интересы Для них бы было Все понятно И заранее было Договорено Если не это То вот это И он бы знал Что да Мы уже с коллективом Договорились Что не это То вот это Вот такие моменты Еще раз повторяю Смотрите Репетируйте Сейчас все доступно Буквально год назад Вот этого всего Ну вот В таком В таком обилии Такого материала Не было Сейчас вот Просто вот Наступила золотая пора Для обучения Ну и После того Как обучимся Это можно будет Эффективно применить Я в это верю Спасибо большое Кудрец и Владимир Михайлович Представитель Российского комитета Рабочих По Нижегородской области Ранее Бригадир углеводчиков Завода Электромаш Тоже Нижний Новгород Член профсоюзного Комитета Ну и далее По списку Вот Сопредставили Российского комитета Рабочих Вот так Вот Поэтому Опыт Определенный Вот в плане Создания Коллективного договора Значит Переговоров Выключения Коллективного договора И контроля За его исполнением У меня есть Вот Значит Ну первое Что Вот Валентин Владимирович Вот Сказал Что они Создали Многопартийный Парламент Вместо Комиссии По заключению Коллективного договора Не надо Многопартийных Парламентов По той Простой Причине Что вот У нас Профсоюзная Организация Была Единая ФНПР Так Но На переговоры Мы Выдвигали Проект Коллективного договора Не на базе ФНПР Рыбы Которую Они Разослали По Всем предприятиям Страны Ну Их предприятиям Естественно А Написал Свой Вот Я лично Сидел Писал Значит Коллективный договор Первый проект Второй Третий То есть У меня Опыт заключения Трех Кол договоров Значит Михаил Васильевич Опять Ссылаясь На него Михаил Васильевич В свое время Не объяснил Что Какова Основа Таков Результат Вот Защитить Пункт Гораздо Проще Чем Вписать Пункт Куда-то Понимаете Если Основа Переговоров Проект Коллаговора Который Представила Администрация Значит Победы Там Серьезной Какие Это Вещи Конечно Можно Будет Продолкнуть На серьезные Победы Там Не будет Однозначно Если Основа Наша Извините Основа Она Никуда Не Денется Тут Уже Есть За что Бороться Есть Методы Борьбы За это Значит Во время Этих Переговоров Ну Первая Ошибка Которую Мы Совершили Это В комиссию По заключению Коллективного Договора В комиссию По переговорам Включили Слишком Много Итеррив Со Стороны Значит Профсоюзные Организации При этом Главным Консультантом Администрации Был Член Профсоюзного Комитета Человек Единственный Который С той Стороны Что-то Подимал Ну и Юрист Причем С юристом После Первого Которого Договора На втором У нас Отношения Были Такие Мы Он Лежал Владимир Еще Знает Значит Мы С ним Там Зуб За Зуб Выходим Он Нет Значит Так Вот Так 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 Понял Понял Все То есть Он Тоже Член Коллектива И Он Понимает Что Правота В общем На Нашей Стороне Исполнять Свои Обязости В чем Очень Добросовестно Зазадим Момент Второй Момент А в чем ИТРовцы Это А? В чем ИТРовцы Плохо В чем Сейчас Вот Я Как раз Об этом Хочу Сказать ИТРовцы Как Я Говорю Склонны К Недопустимым Компромиссам Вот Мы Перед Заседанием Комиссии Сели И Проработали Вот Что Мы Ведем Себя Вот Так Оставим Вот Это 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 Вот Это У нас Непреклонно Здесь Мы Можем Пободаться Ну Это Бог С 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 сидит зам директора по экономике там его команда вот да еще один очень важный момент когда это комиссия формируется он сформировали комиссию пришли серии зам директора по экономике так я председатель в русской кстати у нас здесь чего совещание чего чего у нас здесь переговоры две стороны две стороны какой же ты председатель ты представитель стой стороны с этой стороны просто датиль я или вот наталья семена лиду там начинает пересидать мы решим сегодня кто у нас председатель отбить вот этот момент они не главное они равны вот это очень важно и еще не устраивает громко читки сначала открывает колдоговор и ночные проекты читает родим ровно вообще зачем сюда пришел нам читать колдоговор мы читали если ты не читал привет там мы пошли следующий раз он приходит уже подготовленный ну время жрать это не умеют значит мы договорились все решили приходим владимир иванович начинает давить и это и ровцы тихо-тихо сползает на ту сторону и мы остаемся меньшинстве вот они допустимые компромисс склонны к сожалению вот но в другой стороны обижаться на них не приходится потому что они а зам директора экономики зависит гораздо сильнее чем его сидел там два регулировщика агент средства ретриментальщик да пошел ты кто-то такой чтобы нас тут это пугать у нас ситуации разные мы находимся в разных категориях вот теперь ну самое конечно сильное воздействие когда ведешь переговоры и не находишь общего языка с противоположной стороне значит самое сильное воздействие заявление такое хорошо значит сегодня мы по этому вопросу не договорились мы сейчас пошли в цеха обсудим не надо не в цеха не надо но к этому времени правда у нас уже было несколько забастовок то есть администрация создала что в общем то если так поднять волну то мы запросто остановим завод но тем не менее я вот эта реакция однозначно не надо не надо коллектив включать на лучше это грозит им бедами определенными значит по поводу забастовок пока я забыл значит не нашли третейского судьи не в администрации там где еще никто не захотел мы нашли запросто лицова ревич пришел и сидел у нас был в качестве третейского судьи никаких проблем и у вас наверняка вангамова пригласили вангам в третейский судьи это просто на будущее не оговорено кто должен быть третейским судьей обе стороны согласны шоу профессор золотого будет ретейским все он китайский судье обе стороны согласны шагом он третейский судьи не надо администрацию включать города администрации города быть на стороне администрации предприятия так по заключению кол договора значит по поводу прошел от проговорить подготовиться перебрать варианты очень важный момент это нужно делать вот и вот у нас например это получалось автоматически кол договор мы обсуждаем в правкоме очередной раздел и вот тут вот самая большая драка потому что не все члены правкома воспринимают то что вы напишите своем коллективном договоре и вот здесь вот все аргументы все все будет ну первый аргумент это кто-то тебе второй аргумент хотя люди не поймут нормально это все идет модель это все разбирается и ты ведешь подготовку и себя и счетов комиссии к разговору с администрации потому что доводы в общем-то одинаковые вот людей члены правкома из итеров обращаю ваше внимание значит у них доводы и доводы значит представители администрации в комиссии практически одинаковые значит первый первые переговоры первый пол договор написанный вами обращаю ваше внимание принимается наиболее тяжело вот он наиболее трудный там но появляется слишком много пунктов с которыми администрации не может смириться что-то проходит что-то не проходит это тоже нормально а когда второй кол договор там пункты которые прошли в первом кол договоре они пролетают а просто но это было это было это было так вот вот новый ну давайте посмотрим счету то есть идет драка уже только по следующим и вот эти ступеньки на третьем пол договор еще проще ну больше у меня не было заводу или то есть кол договор представленный коллективом представлены профорганизацией это во первых значит основа для успешного заключения его основа именно в пользу коллектива это первый момент второй момент это заключение кол договора серьезными какими-то серьезным движением так сказать вверх в развитии коллектива это стимул для увеличения численности профсоюзной организации вот после второго кол договора у меня в цехе включили вступили в профсоюз мере видно скажем так вернулись просто есть люди работали ушли из просто и завернуть 6 человек я считаю это тоже победа и очень серьезная за это время чтоб кто-то вышел не было этого вот и такие кол договоры убеждают даже и террасов которые склонны как я уже сказал потому что не стоит идти на компромисс и все-таки лучше стоять на стороне сосуд коллектив на стороне профсоюза организации вот это одно и второе да и последнее значит профсоюзный комитет воспитывается на этих вещах если до этого собирались правком собираются сидят большинство из мальчо поделить а делить уже ничего не становится скучно я начинаю объяснять у ребят вообще у нас задача не поделить у нас задача это организоваться и победить тут чего-то вот в администрации там выбить они просто этого не понимает как это так а вот после этих вещей они начинают понимать или уходят из профсоюзного комитета на их место приходят люди то стать более вдумчивые то есть коллективный договор это и учеба и воспитание и стимул для развития профсоюзной организации когда формируется новая профорганизация вот вы решили новую профорганизацию создать значит создали сделали правиткового договора довели до коллектива а после этого приходите администрации говорить вот у нас новый профсоюз будьте добры в соответствии с законом парсоюзов нам дать то-то-то-то-то те кориды пришли вы а мы сейчас людей позовет когда люди за вами пойдут они поймут что вы пришли что вы организовали для того чтобы на них работать будет от них поддержка никто у нас тут товарищ ушел который спрашивал когда меня выгонят с работы никто и никто не выгонит с работы если вы заявитесь именно таким образом а профорганизацию защиты в частности у нас в области опыт есть ребята организовались пришли к начальству стучать себя кулаком в грудь их съели очень даже благополучно потому что за ними ничего не было спасибо же можно спросить еще до парень момент когда вы какой-то тупик происходит и надо передернуть ситуацию там уйти вовремя или что-то такое были вот такие ситуации коржи конечно ну то есть вот вот как выйдут переговоры вы говорите нет мы это не решаем это мы должны с коллективом да да что ли пошли 1 на что подробней не готовы вы хотите сказать такой тонн что подробней ну так вот администрации мы говорим в частности это было по пункту график доведения они так и не поняли сказали ладно бог с ним пусть и будет но не помню я точно сейчас какой-то любой пункт там скажем повышение заработной платы на 20 процентов в год и будет такого почему а у нас денег чтоб ребята вы значит отказываетесь от своих обязательств от исполнения обязанностей по управлению предприятий почему потому что вот пункте первым кол договор написано что администрации обязуется обеспечить финансовую стабильность и т 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 обеспечиваете нет уходите и вот там это стопку вам не нравится это нам не нравится это вы подумайте а мы пойдем сахаре сейчас это что дни побеседуем по этому поводу как они к этому относятся встали пошли подождите в дверях давайте за стол давайте говорить говорим дальше то есть что значит тупик тупик это когда вы не хотите вы не можете очень важный момент хотеть не хотеть тут вообще нет такой категории вот и администрация с моей точки зрения не хочет все таки хотя иногда и не может тоже так такие вещи бы и что они просто не могут вот военные предприятия оборонный заказ очень жесткое финансирование так сказать вот в пределах этого финансирования выше пределах этого финансирования мы никогда планку не поднимали особо не требовали вот с учетом того что теряли людей постоянно численность сокращалась поэтому требовать заработную плату в пределах этого финансирования могли совершенно спокойно они этого не хотели они хотели повышать заработную плату не нам приходилось к тому что это вот один из инструментов если переговоры не идут надо понимать что переговоры могут длиться не один день что лучше какой-то момент прекратить уйти что потом не прекратить прервать прервать то есть мы не договорились мы не договорились следующий фонд и перейдем после того как это закроем то быть про сделан там переговоры ведем раздел 1 2 3 и так далее мы сейчас пока не решается все мы пошли в сахар а вы идите там это считаете это стать решаетесь и со своих позиций это вопрос это нормально это нормально но всегда я говорю мы прорабатывали что вот это ни в коем случае это можно поспорить а это для того чтобы поспорить и дать один момент другой момент вопросы которые с нашей точки зрения важнейшие мы вносим в разных формах в разные разделы колдоговора здесь не прошел другом прошел есть много это методики константин василища прекрасно знает федотов это вообще его придумка и мы пользовались вот его это разработками так что а переговоры это дело серьезную для оцени 3 месяца да вот еще какой очень важный момент вот этот комиссия которая сформирована по заключение коллективного договора она работает все время действия данного коллективного договора и через нее только через нее можно вносить изменения в коллективный договор и соглашение которое является предложением к этому коллективному договору может очень важно в любое время когда коллектив что-то наработал к чему-то готов в эту комиссию заявлять что вы предлагает там внести вот такое то изменение в коллективный договор идут переговоры либо принимается либо нет но это вот очень важный момент что комиссия работает до заключения нового коллективного договора проект постановления по данному вопросу готов постановление российского комитета рабочих актуальное содержание коллективных договоров российский комитет рабочих отмечает что в нынешних условиях работники должны активнее использовать возможности коллективных договоров для нейтрализации последствий повышения пенсионного возраста и улучшения своего социального и экономического положения по опыту коллективного договора а о 1 контейнерный терминал российский комитет рабочих рекомендует включать коллективные договоры нормы предусматривающие согласование с профсоюзной организацией проектов решений затрагивающих интересы работников прежде всего по вопросам найма и увольнения повышение квалификации профессиональную переподготовку работников за счет работодателя предоставление работникам работы в других подразделениях или содействие в трудоустройстве других организаций в случае ликвидации структурного подразделения обеспечение на рабочих местах в производственных и вспомогательных помещениях уровня освещенности и температурного режима согласно с ним введение дополнительных технологических перерывах в случаях значительного отклонения температуры на рабочих местах от нормальной при увольнении в связи с уходом на пенсию оказывать работникам единовременную материальную помощь в размере минимальной месячной тарифной ставки оклада действующие в организации на момент увольнения и умножение на коэффициент соответствующий стажу работы в организации от 3 до 5 лет единица от 5 до 10 лет тройка от 10 до 15 лет шестерка свыше 15 лет девятка это коэффициенты по опыту коллективного договора оао владивостокский морской торговый порт российский комитет рабочих рекомендует вносить в коллективные договоры норму о том что суммарное повышение тарифных ставок рабочих за год не может быть меньше чем рост индекса потребительских цен по региону где действует предприятие за рассматриваемый год плюс пять процентов с учетом научного обоснования осуществленного специалистами фонда рабочей академии и опыта полученного на предприятиях швеции российский комитет рабочих рекомендует включать коллективные договоры меры перехода к 6 часовому рабочему дню без понижения заработной платы так своей коллективной борьбой работники организованные в профсоюзы добьются принятия коллективных договоров содержащих выгодные для работников нормы такой проект постановления предлагается принять за основу за то чтобы данный проект становление был принят за основу так уважаемые товарищи было принято президиумом решения дать слово по поводу печать вы хотели да спасибо большое я представляю меня зовут юрий планков я журналист и имею некоторый опыт сотрудничества с фондом рабочей академии следующем вопросе вот речь идет о том что я в качестве некой такой самостоятельной общественной нагрузки год назад взялся издавать газету для альтернативного профсоюза уже с десятых лет наверно существующего при уралвагонзаводе то есть при уралвагонзаводе на уралвагонзаводе осуществляет свою деятельность оборонпроф но при этом есть группа рабочих порядка 200 человек которые объединились в такой профсоюз название у них солидарность вот тип таскать того что вот у вас то есть они вышли из оборонпрофа и стали сами каким-то образом пытаться регулировать свое свое положение на предприятие вот я с ними познакомился совершенно случайно два года назад я работал газет совершенно секретно и я приехал на уралвагонзавод я попал на профсоюзное собрание там было порядка 20 человек но просто записывал так сказать все то что они обсуждали рассказывали разбирали конкретные случаи нарушения трудового законодательства но что-то я публиковал в совсеке а потом обсуждая эту вышедшую публикацию с самими профсоюзниками вот с этими ребятами солидарности мы собственно так ведь решили о том что а почему бы не попробовать сделать специальное некое периодическое издание для того чтобы подготовить вывод вот этого профсоюза и коллектива огромного этого предприятия где работы 30 тысяч человек 0 что-то около этого на большую забастовку вот ну собственно так сказать с их стороны было конечно таскать только активное настроение в пользу такой идеи вот и ну собственно таскать вот я начал этим заниматься и я так понимаю что здесь вот собрались наиболее сознательные представители российского рабочего класса да я уже в течение многих лет смотрю записи комитета рабочих и вижу таскать здесь есть много ветеранов есть много и новых лиц в основном одни и те же люди да и поэтому я решил что наверно имеет смысл обратиться к вам с такой идеей сначала еще чуть-чуть расскажу что получилось с этой газеты то есть на протяжении нескольких месяцев я обобщал тот материал который собрал там непосредственно в нижнем тагиле потом я с профсоюзниками по скайпу обсуждал конкретные случаи но вообще так сказать конкретные случаи нарушения трудового законодательства они в огромном количестве у них собраны в виде юридических дел поскольку поскольку они все время ходят в суд и фактически выполнять такую общем то наверно известную всем адвокатскую деятельность то есть вот там кого-то лишили премии кого-то зарплата они идут судится и в общем в этом состоит их основная деятельность может быть это не отвечает таскать сверхзадачам борьбы рабочего класса за его права но в общем то сказать по конкретным случаям все это очень ярко очень так знаете так кроваво поскольку поскольку там действительно положение рабочих очень тяжелое сплошь и рядом этих профсоюзников они собственно пополняется этот профсоюз за счет того что там кого-то лишили премии да он не может сам добиться решения вопроса приходит в этот профсоюз они идут с ним суд и постепенно так сказать допустим если дело решается в пользу этого рабочего то он в итоге уходит из обороны профа в этот профсоюз солидарность вот и этот огромный материал в общем удалось каким-то образом собрать на страницу газета причем была выведена и основная тема конечно передавая это 6-часовой рабочий день и теоретические разработки касающиеся там искусство забастовки то что . вот все это постоянно наверное видят на сайте фонда рабочей академии и специально готовились материалы по цене рабочей силы в нижнем тагиле и все это было сделано мы напечатали ну я собственно все это сверстал напечатал причем так сказать я даже подключал по skype мы общались попов нижний тагил и я обсуждали предложение по коллективному договору который нужно сформулировать на страницах этой газеты чтобы рабочие могли это все таскать увидеть своими глазами поскольку поскольку тот кол договор который существует на урал вагон заводе уже там много лет он подписывается автоматически без обсуждения то есть каким-то образом в общем так все проходит мимо самих урал вагон заводовцев вот а здесь было решено что собственно это газета должна быть таким знаете своего рода своего рода стать доверенностью от профсоюзы к не членам профсоюза то есть вот печатается там энное количество экземпляров допустим 100 или там 200 а вот раздается через профсоюз не членам профсоюза потом соответственно так сказать вот таким образом наращивается постепенно авторитет вот этих предложений по коллективному договору и собственно так сказать все это становится достоянием трудового коллектива ну и собственно так сказать что будет дальше конечно это сложно было представить но когда газета поступила в урал вагон завод позвонили эти ребята из профсоюза сказали а мы ничего этого не говорили мы всего от этого отказываемся мы против всего этого это конечно они сказали они написали письмо и михау васильевичу они мне это рассказали мы были конечно потрясены но видимо это было обусловлено тем что надвигались выборы и этот маленький в общем профсоюз из 200 человек грубо говоря как-то затрепетал что им могут быть предъявлены претензии как ну к чему-то такому там типа типа то что либеральная какая-то такая там нота да ну сложно понять что у них было уголая по этому поводу но в любом случае так сказать примерно три номер ну то есть два два номера вышло третий номер который собственно предполагалось построить на материалах излагающих позитивно положительную практику забастовывающего движения в россии уже сделать не удалось вот но вот так так сказать наверно вам самим проще понять почему они отказались от этой газеты честно говоря в общем наверное это тоже желтый профсоюз своего рода да но так или полу желтый я не знаю как его здесь лучше было бы назвать но речь идет о том что конечно вот известная фраза что газета не только коллективный пропагандист и агитатор но также коллективный организатор говорит о том что конечно так сказать профсоюзные и забастовочные движения но нуждается вот в в периодическом издании то есть это речь не идет просто о бумажной продукции содержащие изложение теоретического материала или просто изложение содержания вот неких таких заседаний того же самого данных заседания выступлений которые вот здесь проходят речь идет о том что вокруг газеты которая собственно издается от имени того или иного профсоюза на том или ином предприятии должен аккумулироваться тот актив рабочего класса который есть который может примкнуть который может быть так сказать там колеблется или вообще так сказать далек от идеи бороться за улучшение своего положения вот и собственно так сказать вот я мое предложение выглядит следующим образом дело в том что конечно 30 тысячный коллектив уралвагонзавод это слишком большое предприятие чтобы как-то вот в одиночку что такое существует осуществить или даже таскать силами профсоюза из 200 человек может быть можно было бы подумать о том чтобы заложив в основу там следующего такого издания актуальные материалы комитета рабочих подготовить такую же газету скажем так сказать в связи с каким-то предприятием представители которые присутствуют здесь или может быть подумать да то есть например там есть наверное какие-то заводы где может быть численность работников не такая большая там но может быть то что эти там провели тысячи или двух двух тысяч человек чтобы можно было каким-то образом ориентироваться в ясным каком-то таком количестве людей чтобы было понятно аудитория аудитория с которой идет собственно взаимодействие была но как-то так ну скажем так известно но если не поименно то по крайней мере вот как-то чтобы она была прозрачным что ли как здесь вот вот собственно такая идея да я я вот старый это оставлю с вашего разрешения если много у вас собой их ну штук 31 да конечно вот вопрос можно могли бы сказать что произошло вот когда не отказается газеты и пошли судиться я насколько знаю там 50 процентов зарплаты потеряли и те у кого была вредность были перекуры там регламентировать не чуть-чуть у меня ничего этого не знаю еще раз не андрей мы с вами о другом говорим нет речи на том что а после того как отказались от этой газеты и поняли у многих нервных 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 ничего такого не было и так он не раскатывал нет просто-напросто после того как они отказались профсоюз отказался получив тираж этой газеты отказался распространять я спустя два месяца взяла вочку с оставшимися и сам поехал туда я нашел одного таскать член этого профсоюза из ркрп парень не парень уже взрослый мужчина вот ему передал эти газеты так сказать он ничего не знал потому что такая газета вышла но потом он мне позвонил сказал что сейчас стране такая сложная ситуация что бороться за зарплату в 200 тысяч рублей это это вообще предательство это такого него ну подождите вас вообще-то сказать если вы член ркрп то наверное как-то так сказать у меня не первый раз слышите про что цена рабочей силы цену вообще все эти темы вам дай уже должны быть знакомы но все равно таскать вот люди стоят на вдруг ни с того ни с сего становятся на такую позицию ну позиция в общем таскать такого отступления вот ну дело в том что газета в отличие от любого другого средства массовой информации она важна и хороша тем что она рождает доверие и является прямом смысле слова доверенностью от издателя тем кто ее читать то есть мы понимаем что интернет это специфическое средство массовой информации буржуазная которая абсолютно пассивно рассчитана на пассивное восприятие то есть можно лекции посвященные там вплоть до гигеля слушать за завтраком и это действительно нужно прослушивать три четыре пять десять раз а когда эту газету читает записывают все вот так как вы сейчас записывает иначе паски пропускается уже через сознание весь этот материал и подумал пожалуйста затем час тысячу экземпляров но вот не да ну что типографии берутся печатать абсолютно не требуем никаких буду по виду время как все до поры до времени они вообще даже всегда печатают больше потому что ровно тысячу машин на всех не нам печатать не может печатать 1100 там 1150 деть некуда а а а а а а